Исследование гравитации аналитическими весами можно посмотреть на Прозе.ру у автора Юрия Юрьевича Юрьев. Действительно интересные материалы. Прошу Ивана настроить беседу по расспрашивать человека о проделанной работе. Из представленных материалов мне показались интересными ряд графиков. Хочется понять подробности. В частности, там при восходе Луны показан прирост силы тяготения. Хотелось бы поподробнее из разных источников и непосредственно с Юрием Юрьевичем это дело тоже хотелось бы прояснить. Литературный фронт. Наши ребята сейчас создают. Да кто вы такие? Какие у вас права на это есть? Да вас нужно просто разогнать за всю вашу самодеятельность. Так, ну создают, наверное, нашу энциклопедию. А то, что нас надо разогнать за нашу деятельность, это эмоции. Какие у нас права на это есть? Ну давайте, какие права. Право данное разума. Вот когда творится слабоумие, безудержное, идиотское, скотское слабоумие, да, когда обманывают детей, никакие права не надо. У нас есть право, чтобы выступить против этого. Далее. Вы, ваша вот толпа совершает уголовное преступление. Это обман, выдаваемый за науку, это уголовное преступление. Вы преступники. Вот эта толпа, выдающая себя за ученых, да, вот эти саватеевы, поповы, сурдины, виби. Вот эта вот толпа, это жулики, да, Новиков туда к ним в придачу. Академик Александров, это люди, которые нарушают закон. Нарушение закона. Вот люди нарушают закон. Какое мне нужно право? Кто мне его будет давать? Вы что ли? Я не буду вас спрашивать право. Люди в моем государстве, в нашей стране нарушают закон. Мы им на это указываем. И показываем, как надо делать, чтобы не нарушать закон, чтобы информация должна быть достоверна. Вот такие у нас права. Право, данное разуму. А если вы не можете это осознать, да, вот судя по вашему тексту, агрессивному, да, такому, то вы не понимаете, что происходит. Вы даже адекватную оценку дать не можете. Вы какой-то фанатик верующий, верующий в святость науки и лженауки. Магуаларон. Виктор, протяженность это величина? Величина векторная? А как понять, что протяженность непрерывна? Как задать определение протяженности, чтобы из определения было видно, что речь идет о недискретном объекте? Протяженность это не векторная величина. Векторная величина, вектор это у нас направленный отрезок, да, как считается. А протяженность это просто линейная величина. Как дать определение протяженности, чтобы из определения было понятно? Определения не для этого даются. Из определения не должно быть понятно, что она непрерывна. Определение просто говорит, что это. А свойства, они вытекают из объективных оценок. Если бы линейная величина была прерывна, она бы прервалась, мы бы не смогли провести рукой. Мы бы жили в пространстве, где ты не можешь везде ходить. Не можешь прыгнуть куда-то. У нас бы пространство прерывалось. Раз у нас пространство не прерывается, то любая линейная величина в этом пространстве тоже непрерывна. Это объективные данные. Это известно. Каждый из вас может проверить экспериментально. Если у вас есть мозг, вы можете это зафиксировать в своей памяти. Это объективные научные данные, и из которых следует, что речь идет не о дискретном объекте. Если для вас это открытие, поздравляем, радуйтесь жизни. Дальше вы пишете. Допустим, протяженность – это векторная величина. Величина из чего состоит? Из количественного показателя. Этот показатель может указывать… Величина не состоит из количественных показателей. Величина – это реальный объект, имеющий место в природе. Вот линейные величины имеют место быть в природе. Это не количественные показатели. Величина – это величина. Это реальный физический объект. Дальше вы можете количественные показатели вести. Это часть взять. Фут. Это вот как раз отражение количества. Мерных единиц. Метр. Это будет отражение в отрезке количества мерных единиц. Количество – это дискретное понятие, вопрос, которое может учитывать как реально дискретные объекты, так и условно дискретные. Но выражать должно что-то одно. Чтобы не путать предмет счета, нельзя реально складывать с условным. И к этому вы пришли через векторную величину. Ну, сосредотачивайтесь. Некорректная линейка рассуждений. Одну ошибку в начале рассуждения мы указали. Егор Евтушенко. Возможно ли рассмотреть тему для обсуждения практического применения теории приталкивания, принципы, способы реализации воздействия на базовое поле ИВИА? Так, понимаю, что на гравитационный спектр можно воздействовать либо этим же спектром частот, либо с помощью частот, производных от гравитационного спектра. Вопрос. Есть ли спектр поля любого, то есть колебания, колебания от чего? Электроны, электричество, фотоны, магнитное действие, гравитация. Мои рассуждения. Мои рассуждения. Если есть колебания и основа всего спектр колебаний гравитационного поля, то должны быть основная частота и гармоники. Тогда будут пучности в объеме того, что колеблется, которые нам представляются как элементарные частицы. Но и далее в пучностях более низкого порядка формируется уже вещество, да и формула живой материи. Так, что же колеблется? Ну, элементарно, что колеблется? У нас есть поле базовое, гравитационное, гравитационное. Оно состоит из частных полей. Частные поля у нас связаны с каждой частицей. Вот у каждого частица, каждая частица обладает полем. Все они колеблются в такт. Вот мы объясняли уже много раз, что колеблется. Вопрос. Так что же колеблется? Колеблется поле. А вместе с полем колеблются все частицы. Как же так? Вы только что сказали, что материя не может быть в невесомости в разе массивных объектов. Согласно вашей теории гравитации, у вас ни одна планета не может формироваться другим способом, потому что вся ваша теория основана на равновесии. Значит, и вся материя, включая земную кору, воду, воздушную массу, должна оседать там, где будет равновесие или равенство сил с внутренней и внешней стороны. И все объекты будут падать на поверхность земли, стремясь не к центру земли, а к месту, где будет равновесие. У вас что, согласно теории равновесия, будет в центре земли, что ли? Где у вас равенство сил будет между силой отталкивания и силой приталкивания? Создавайте и сдавайте. Вот положение равновесия, их множество. Как вам сознаться-то? Сосредотачиваетесь, вот как? На поверхности может быть тело находится равновесие, равенство двух сил. На орбите может быть, в центре земли может быть. Разные точки для равновесия, разные позиции, разные ситуации силовые. Просто поспокойнее, внимательно подумайте об этом. Посмотрите фильм равновесия. Виталий Саламатов. Какой бы ни был массивный объект, его масса все равно бесконечно мала против массы тела окружающей его бесконечной вселенной. А отсюда напрашивается обратный невесомости вывод. И в принципе просчитывается, что самый массивный объект не может быть массивнее какого-то предела. Ну, самый массивный объект действительно не может быть массивнее какого-то предела. В чем вопрос? Обратный невесомости вывод. Как он обратен? Не может, да, самый массивный объект не может быть выше определенного предела. На этом все во вселенной дела и заканчивают измерять свои габариты, скажем так. Рустам Ич. Поразительно. Сначала создали, но после Сталина все сломали. А нынче так вообще. Мы страна третьего мира. Но коммунизм это плохо. Л-логика. Как у автора это умещается в голове одновременно? Как? Это вопль такого коммуниста. Сначала создали, но после Сталина все сломали. Создали не до Сталина, не при Сталина. Создали задолго до Сталина. До всех наука существовала до коммунизмов. До коммунистов. Вот осознайте этот момент. До коммунистов существовала наука. И потом те профессора, которые согласились, сотрудничали с коммунистами, продолжали преподавать, потому что действительно людям некуда было деваться. Вот это ваша страна, которую захватили дуры. Коммунисты захватили вашу страну. И вам некуда деваться. Вам надо кормить своих детишек. Вы идете работать в тот же университет, в котором теперь правят коммунисты. И все. После Сталина действительно пришли вот эти вот академики Арнольды. И начали издеваться всякие. Псевдо-математики издеваться. А коммунизм это действительно плохо. Так что ваше удивление только сочувствие может вызвать. Суть и претензий не обнаружено. Логос. По вашим словам, Виктор, чтобы мы развалили нашу цивилизацию, нужно совсем немного. Чтобы не было границ между странами. Только в этом случае на земле не останется возможности уничтожать друг друга. До тех пор, пока люди разделены общими границами, амбициями, будут войны, санкции, ненависть. И взаимного уничтожения развития точно не будет. Уважаемый Логос, посчитайте ситуацию дальше. Что будет, если не будет в принципе границ? Вы подразумеваете, что будет одно государство, которое не имеет границ. Что будет тогда? Тогда любая тирания приходит один раз, постепенно поджимает средства массовой информации. И устраивает. Такую лютую садомию устраивает. Будут уничтожены все индейцы и не индейцы. Просто будет геноцид многослойный. И вы не прочитаете об этом ни в одном средстве массовой информации. Это путь в такую смертушку. Один монарх, одно государство на всей планете. Большое количество религий, которые друг с другом ужиться вряд ли смогут. Соответственно, будут и на религиозной почве войны. Вариантов много, но внешний вектор будет меньше. В плане религии останется продолжение этого всего, которое будет опять к дроблению на государство стремиться. Тут мы такие существа, которые запрограммированы убивать друг друга, делить территорию, делить блага, давать потомство. Это наш природный фактор. Мы хищники на этой планете. Вот мы вот такие вот. Природа нас сделала такими. Чтобы мы не убивали близких, нам даны ценности какие-то моральные. Они в основном даются нам посредством религии. Вот религия дает возможность быть предсказуемыми и друг друга не убивать на местном уровне. Вот это вот нам дает религия. Не скатываться в дикость, в садомию. Вот садомиты – это далекие от религии люди. Они вот исполняют для себя вот эту вот всю античеловеческую чушь. Превратить в общество садомитов – это осталось полшага до повального каннибализма и так далее. Никакие сложные производства невозможны. Будет кровавый дележ материальных ценностей по всем городам и весям. Это вот из вашего вопроса, из такого простого, про границы, следует сразу много выводов, которые вы бы сами могли просчитать, если бы об этом подумали. Корнелий Удалов в том-то и дело, что непрерывность ограничивается возможностями физическими или интеллектуальными, а рассуждать о том, чего нет, непрофессионально. Вот что вы такое сейчас сказали, уважаемый Корнелий Удалов. Непрерывность ограничивается возможностями физическими и интеллектуальными. Вот как непрерывность, вот какой она физической возможностью может ограничиться. Даже если вы здесь стенку поставите, она не ограничит эту непрерывность. Пространственная непрерывность будет продолжаться сквозь стенку дальше. То есть вы не правы в этом тезисе дальше. Непрерывность ограничивается возможными не только физическими, но и интеллектуальными. Как интеллектуальными возможностями можно физическую непрерывность ограничить? То есть бабушка подумала и ограничила физическую непрерывность? В направлении на восток мы не сможем двигаться. Если человек интеллектуально ограничен, у него может что-то ограничиться. Корнелий Удалов, я даже не знаю, как вас защитить в этой ситуации от таких комментариев. Вы радуете людей своими тезисами. Григорий Карапыш. Сегодняшние журналёги говорят о чёрных дырах и о прочем бреде релятивистов, как и всеми давно принятых вещами. Остановите мракобесие. Зачитано. Зачитано. Краткое содержание предыдущих серий. Двадцать первый век. Минго. Земля окружена бобрами. Академию наук захватили дуры. По всебесно плачут детишки. И вот самая чрева спускается русский физик и протыкает селёдку. Аллилуйя! 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 Академия наук втупляет. Мы спасаем, от бобров спасаем. Расскажи своим друзьям про это. Разнеси благою весть по интернету.